Это последний подготовительный урок, после которого мы сможем смело приступить непосредственно к учебе. В этом уроке мы изменим некоторые настройки Windows. Сделаем это для того, чтобы у нас с вами не было различий. Чтобы у вас на экране все отображалось точно так же, как и в этом видеокурсе. Неважно, создали вы новую учетную запись или нет, этот урок необходимо обязательно прослушать и выполнить. Итак, начнем. Для нормальной работы с этим видеокурсом нам понадобится несколько системных значков на рабочем столе. Это значок «Компьютер». Значок с файлами пользователя. Его имя такое же, как и у учетной записи. И значок «Корзина». Посмотрите на свое рабочее пространство. Есть ли там эти значки? Скорее всего, нет. Давайте их разместим на рабочем столе. Делается это очень просто. Сейчас я покажу вам способ, который годится для любой версии операционной системы Windows 7. Итак, нажимаем кнопку «Пуск». И щелкаем в поле «Найти программы и файлы» один раз левой кнопкой мыши. И набираем на клавиатуре слово «Значки». Если у вас ввод происходит на английском языке, поменяйте язык ввода, щелкнув на языковой панели, а затем на русский язык. И повторите процедуру ввода. Итак, в это поле необходимо ввести слово «Значки». После этого Windows отобразит список команд. Здесь мы находим раздел «Отображение или скрытие обычных значков на рабочем столе». Щелкаем по этому пункту один раз левой кнопкой мыши. Должно появиться окно с параметрами значков рабочего стола. Здесь мы находим раздел «Значки рабочего стола». И одним щелчком левой кнопкой мыши устанавливаем галочки напротив значков, которые нам нужны. Если, конечно, их там уже нет. Итак, это значок «Компьютер». Значок «Корзина». У значка «Корзина», как правило, галочка уже стоит. И значок с файлами пользователя. Итак, галочки должны быть установлены. Затем нажимаем кнопку «Ок». После этого на рабочем столе появились все нужные нам значки. Файлы пользователя. Это значок с именем вашей учетной записи. Значок «Компьютер». И значок «Корзина». Мы постоянно будем с ними работать на протяжении всего курса. Посмотрите, ваше рабочее пространство должно выглядеть практически в точности, как мое. Еще раз замечу, что на рабочем столе должен быть значок «Компьютер». Значок с файлами пользователя, который называется так же, как и ваша учетная запись. И значок «Корзина». Теперь ваш компьютер полностью настроен для комфортной работы с этим видеокурсом. Можете спокойно приступать к изучению следующих уроков. Продолжение следует...